Всем привет, мы играем с вами в XCOM Enemy Within с модом Long War, и с вами Никонов Антон Сайперхнамер. Мы тут поправляемся в Австралию на задание по подавлению террора и спасению мирных жителей. С нами наши новички Катя Крэджик и Хелен Берлиун, а также группа старичков, которые не заработали достаточно опыт. Такие как Хелен Бернс, Пышка, не знаю это. Похожие эти ублюдки нападают на простых людей, так что скоро город охватит паника. Изабель Хернандес, ракетчица. Тамара Королёва руководит операцией, как старший по званию. А, и конечно, незаслуженно малоопытная ковида по пункту. Я к бою готов. Жду приказа на выброску. Подтверждаю, Рейнджер. Можете начинать атаку. Огонь вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю. В зоне операции гражданские. Я думаю, карта знакома тем, кто внимательно следит за моими летсплеями. Мы играли на ней свой самый первый террор. И у меня от него остались весьма нехорошие впечатления, так что... Я не рад этому повтору. У него что делать? Ага, лесенка. И вот эта лесенка на самом деле очень соблазняет. Какой-то такур. Оттуда не добежит. Ну что ж. Давайте мы выставим наших снайперов так, чтобы они и пострелять вперед смогли, и забраться на следующий ход. И, конечно, королева. Я поняла вас. Ну что, все боеготовность. И, судя по всему, никого не видим. Зато слышим крисолидов, флоуторов. Еще флоуторов. И еще крисолидов? Или это те первые? Черт возьми. Черт возьми. Окей. Ну что ж. Наша стандартная стратегия. Вот я не понимаю. Кажется, и здесь есть еще крисолида, да? И это было бы очень плохо. Ну что ж. Хелен Берлю. Ты крута или не крута? О да. Молодец, детка. Ну что ж. Нам нужно максимум точности, поэтому мы передвинемся поближе. И самое главное нам качать Катю Кеджик, так что... Давайте добьем вот этого однохитового ближнего. Отлично. И Ребекка Вильямс. Занимает позицию, удобную для обороны. А матрешка добивает. И наконец снайперы. Кавит Атакур. Занимает крышу. Надеюсь никого не увидит там. А то патроны у нас кончились уже. И занимает удобную позицию для обстрела. То же самое делает и вспышка. И... Давайте боеготовность. Никто в этом раунде боеготовности не стоит. Как это Ребекка подстрахует. Ну что ж. Я слышу флоутеров. Еще флоутеров. И... И кто... То ли еще флоутеры, то ли... Кто-то топал. Это топать могли и... Гражданские. Но, тем не менее. Окей. Хорошо бы контролировать, конечно, вот это помещение. Я даже не знаю, что делать. Ну, давайте пойдем по улице. Это будет самый простой расклад. И мы так или иначе увидим... Всех, кто... Нам мешает по ней идти, скажем так. А-а-а... Отлично. Королева займет эту позицию и открой дверь. Внешний раз будет контролировать здание. Иииии... Хелен Берлю. Хелен Берлю сделает ровок. Еще крисолиды. Так близко. Черт возьми. И что самое главное, я не сделал... Эм... Я не сделал... Стреляй и беги. Очень плохо. Ну что ж, давайте... Выстрелим и попробуем добить их. Нам это очень нужно. И это очень-очень плохо, потому что... Снайперы наши могут стрелять сейчас? Да, хотя бы снайперы наши могут стрелять. Ну что ж, мы сейчас остались без Хелен Берлю. Нашего... Очень... Такого... Мощного дамагера. Давай, вспышка. Отлично. С помощью снайперов мы сейчас попробуем оставить пачку недобитков. Да. И оставшимися бойцами попробовать добить тех, кто остался. Очень плохо, что Катя уже сходила. Это значит, что... Давай, Катя. Она не сможет стрелять два раза, но... Теперь мы полагаемся только на точность. У нас осталось два противника и... И всего два солдата, которые могут их убить. И вот если бы у нас был штурмовик, если бы у нас было два выстрела... Это... Решило бы проблему, но... Да... Мы справились с двумя отрядами крисолидов. Это... Очень-очень круто. Что ж... Три... Граждана убиты. Патроны у нас начинают кончаться. Но обратите внимание, мы уничтожили два отряда крисолидов, которые могли бы создать очень много проблем. То есть не будет никаких зомби. Не будет никаких... Ээээ... 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 Освободить этих двух гражданских. А Хелленберн займёт позицию здесь. Для того, чтобы... Перезанять позицию уже ближе к делу. Итак... Катя Кэджик, перезарядка... Ковито... Ковито... Освободить человека. Ээээ... 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 Это касалось штанга, конечно. Давайте мы её поставим вот сюда. Какой будет смысл? Во-первых, это оборона оттуда. А во-вторых... Эээ... Поглядеть на... Эээ! Эээээ... Эээ... Ээээ... Ну что ж. Судя по всему, наши противники спереди, справа и слева. И, судя по всему, это все флоутеры. Так, Хелен Бернс, еще выше забраться и выстрелить ты не сможешь, так что подбирайся куда можешь и стреляй отсюда, да? Да, не уходи далеко, тебе еще подниматься наверх, так что давай сюда. Да, 44%, не так много. Отлично, но ты справилась, это было круто. Калита Такур, занимай позицию сверху и занимайся разведкой, чем тебе и положено. Возможно в следующем раунде постреляешь, возможно нет, но это уже будет зависеть от многих факторов. Итак, Хелен Бернс, двигайся вперед и занимайся разведкой. Никого не видно, супер. А посему можно позволить себе стрелять в эту дверь. Не добило, ну что ж. Я очень надеялся на крит, но я думаю мы справимся и так довольно неплохо. Вот вопрос, забираться Катей наверх или выстрелить два раза? Давайте я похожу для начала другими своими бойцами. И исходя из результатов мы уже определим, что будем делать. Не попало. Жалко. Отлично. Матрёшка. Что ж, надо стрелять два раза. Давай, Катя. Раз. И давай второго добей. Ха, не видишь, да? Это, конечно, вообще... Очень подло. Можете делать. Слушаюсь. А ты видишь, да? Давай. Молодец. Ну, на самом деле, обратите внимание, нам очень везет. Мы просто невероятно крутые. И мы слышим крик слева. Опять человек уже убито. К сожалению, эти здания не сообщаются. Конечно, можно кинуть гранату, но это не наш метод. Что ж. Давай, двигай вперёд. И никого. Это достаточно... Я бы сказал, странно, но... Тут уж ничего не подпишешь. Ковито-такур. Я бы мог, конечно, сделать рывок, но я не хочу этого делать. Блин, я даже не знаю. Здесь точно убивают людей. Вроде бы ещё с другой стороны убивали людей, но... Ой, я так испугался в тот момент, когда она выламывала дверь. Ну да ладно. К сожалению, мы совершенно не прячемся за укрытиями. И я это делаю весьма осознанно. Моя основная задача спасать людей. А если спасать людей, надо делать это быстро. Правда, я, тем не менее, всё равно остаюсь... Оставляю бойцов боеготовности. Это достаточно важно. Вот, в данном случае, Тамара и Королёва, я не буду этого делать. В остальном надо. Ну что ж. Я передвину Хэйнн Бёрнс. Она будет контролировать соседние крыши и улицу. А вот Токуру, видимо, спустится вниз. Она мне здесь, наверное, нужнее даже. Давайте мы радикально передвинем её. Давайте мы спрячем её. А, так, это то, куда она... Так, она сюда может пройти, да? Давайте мы передвинем её радикально. Заодно разведаем всё. На той стороне. А, нет. Так, она всё равно пошла здесь. Ну ладно, хорошо. Ничего страшного. И, в общем-то, я даже не знаю, что делать. Ну давайте спрячем Хэйн Бёрнс. И мы до сих пор никого не видим. Труп гражданского. Наш противник, видимо... Вот смотрите, труп гражданского, труп гражданского. Куда мог уйти наш противник? Он не тронул этого гражданского. Возможно, здесь. Как-то всё очень неоднозначно. Давайте передвинемся. Робоке, видимо сюда, чтобы иметь доступ к той к двери. И Катик, Эджик тоже сюда. Чтобы выходить как можно быстрее. И послушаем, где же мы слышим противника. Вот совсем в другой стороне. А что здесь? Кто здесь? Совершенно непонятно, что происходит. Ага. Вот и враги. Причем, судя по всему, мне придется сюда вламываться. Ведь... Там много людей. Там много людей. А спасение людей до сих пор является моей главной задачей. Ой-ой, не туда. Не на ту клеточку я поставил, куда хотел. Ну, да ладно. Давайте все двигаем туда. Снайпер боеготовность. Возможно, кто-то из них попытается уйти через верх. Оба-на. Ха. Была бы ты снайпером, видимо бы видела. Но... Ты не снайпер. Так, что-то у меня заела кнопочка вперед. Все. Все. Все хорошо. Кнопочка W, вернее. И Хеленбер Лю будет заниматься разведкой. И здесь никого нет, да? Тогда двигай сюда. И... Будешь ломиться, как только это можно быстро. А вы, девчат, давайте в боеготовность. Будем надеяться, что кто-нибудь подойдет в зоне действия. Вот еще один отряд флоутеров. Ага! Ну что ж. Не зря я оставил человека на крыше. Возможно, стоило оставить двоих. Но... Вы сами видели. Непонятно, откуда были звуки постоянно. Довольно неожиданно, что снизу стреляют поверху. Так. Может быть, и добьют. Зараза! А, это точно зараза. И Даша Тамара Королева, к сожалению, промахивается. Нам мазать нельзя. Да, мазать нам нельзя, но мы мажем. Шестой гражданский убить. И мы стремимся к самым худшим показателям. Ну вот, больше 11 мы уже не спасем. Это значит, что мы находимся сейчас в самом плохом показателе. Напомню, у нас было три террора. Мы спасли 12, 12 и 11 человек. Ну что ж, ты больше ни по кому не можешь стрелять. Так что, давай, добивай. Черт я знаю. Так. А что если ты? Ты все равно больше ни до кого не добежишь, да? Так что, давайте мы попробуем добиться с дробовика. Да, супер! Катя, молодец. Ну что ж, давайте заходим в здание и попробуем... ...добить наших врагов. Давай, Изабель. Молодец. Изабель сегодня в ударе. И это прекрасно. Итак, кто у нас есть в наличии? У нас в наличии еще 4 бойца. Это хорошо. Но вот вопрос, куда их расположить. Видимо, придется расставлять, как получится. Я очень надеюсь, что четырьмя бойцами я уж точно добью. Ну как, не точно, но я надеюсь, что четырех бойцов хватит, чтобы добить нашего противника. Вот этого одного, по крайней мере. Да, я думаю, они добегут. И вот тут вот, конечно, можно применить гранату, чтобы следующий попадал точнее. И надеяться, что гранату нанесет достаточно большой урон, чтобы следующий добил. Ну вот это... Я, конечно, весь в расстройстве. Интересно, Ребекки Видимс добежит? Если Ребекки Видимс добежит? Но она не добежит. Может быть, она увидит его отсюда? Да. Это прекрасно. Супер. Ну что ж, перезаряжайся, Катя. Ай-яй-яй, Командир. Хеллен Берлю. Супер. Теперь дело за Катей Кэджик. А, стоп. У нас снайпер кого-то видит? Офигеть. А, там их еще трое просто, да? Ну ладно. Так, Катя Кэджик. Никого не видишь. Это плохо, потому что ты можешь лить два раза. Ну, ладно. Давайте спрячемся. Спрячемся за полным укрытием. Ха, и никого не... Ни в кого-то стрелять не может отсюда. Это, конечно, вообще полный отстой. Ну, что ж, Тамара Королева, прячься. И вы что, никого... Никто не можете туда пострелять? Нам очень нужен человек, который может туда пострелять. Так, стой. А под удар подставлять я тоже не хочу. Ну да ладно. Тамара, давай сделай вот так. И добей его. Ловите подарочек! Отлично. Заодно будем осматривать улицу. Ну и теперь располагаемся, как нам удобно. Иду. И отстреливаем супостатушку. Ох, вот это Катя молодец. Допрыгался! И Монашка. Монашка подходит поближе, но она перезаряжается. Как и Изабель. В былые времена, Изабель, когда кончались патроны, добивала противников ракетами. Но... Ракеты кончились. Ракеты уж не надо. Намного более серьезных противников. Так. Ну что ж. Окей. Ой. У флотера боеготовность. Ну что ж, ладно. Возможно, теперь его будет видеть наш снайпер с высокой-высокой крышей. И хоть раз попадет. И именно в этот момент у снайпера передарядка. Это... Подло. Но... Жизнь, наверное, не отличается справедливостью. Давай-ка. Молодец. Ничего страшного. Я предполагаю, что стрелять больше не придется. По крайней мере, Катя. Да. Да. Отличная работа. Все сделали. Ну, отличная и не отличная. Мы спасли всего 10 из 18 гражданских. Это худший результат. Несмотря на то, что мы встретили крисолидов сразу, мы их уничтожили сразу. Буквально за два хода. Ну, нам очень повезло в этом терроре. Тем не менее. Карта ужасная. Если все задания будут заканчиваться как это, у лунатиков нет ни шанса. Ну, что ж. Мышь. Мышь. Хорошо. Пусть будет мышь. Приспособленец. Агрессия. Давайте агрессия. Мне хочется сделать с небеса. Такой смешанный билд. Мотор ближнего боя. Халин берлю. 8 трупов литона. 6 отстанков крисолида. 4 элерия. 4 внеземных сплава. 8 фрагментов оружия. И 4 состава. Паникова Трослан на 16. До связи, командир. Ну, что ж. Посмотрим. Азия. Да. Не в самой лучшей форме. Но в Японии мы очень скоро поставим спутник. Так что там все будет хорошо. Посмотрим, что у нас вообще. Так. Давайте для начала сохранимся. Мод не отличается стабильностью. Я не говорю, что все плохо. Все, в принципе, очень неплохо для мода. Но. Тем не менее, сохраняться надо. Итак. Снайперская лазерная винтовка. 3 дня. Секретная операция. Эксалт. Против эксалт. Начнется через 3 дня. Возможно, мы закончим намного раньше, потому что вполне возможно нам дойдут какое-то другое здание. Лазерная штурмовая винтовка 4 дня. Лазерная пушка для истребителя 7 дней. И веерный лазер для штурмовика 11 дней. Мы получили шифрованные сообщения от совета. Ну вот, я как знал. Награда 180 инженера 4. Миссия сопровождения. Это значит, что большая часть наших противников будет... Снэйкманами. Снэйкманами. Совершено нападение на военного инженера, который работал над проектом для совета. Вы должны спасти инженера. Он располагает важнейшими сведениями о ближайших планах пришельцев. Полную сводку операции я передам в ваш центр управления. Ну что же, давайте займемся этим заданием. Я от заданий не бегу. Да и деньги мне нужны на самом деле. У нас средств буквально ноль. Так что мы отправляемся на миссию совета. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Ну что ж. С нами пойдет. Сержант Эмма Адамс. Она достаточно рано была с нами, но до сих пор сержант. Лейтенант Надя Кавачевич. Надо ее качать. Да и лазерный пулемет пригодится. В крыси снайпер пойдет Рассалия Леон. С нами пойдет Николь Ван Пиллер. Ракетчик. Капитан Мария Камилла Легавая Навара. И Шиванида Сгупта. У нас есть еще шестого человека. Мы можем взять слот. Так, посмотрим. Несколько людей у нас отдыхают. Один на секретном задании. Четверо лечится. Так, ракетчица у нас будет через два дня. Через один день у нас будет снайпер. Давайте возьмем... А, ракетчик мы уже взяли, да? В принципе, мы взяли всех. Новых бойцов у нас пока нету. Давайте возьмем кого-нибудь из старичков. Я думаю, что нам намного эффективнее сейчас будет взять второго штурмовика. Чем ракетчика. Ну, и начнем выдавать снаряжение. Досгупта. Досгупта у нас получит совершенно определенный лазерный автомат. Ей придется много стрелять. Пенни Адамс получит лазерный автомат. Точность у нее хорошая. Блондинка просто с невероятной точностью получит лазерный автомат. Так же. А вот вам, девчат... Я даже не знаю. Дать вам карабины? Да, давайте я вручу вам карабины. Во-первых, вы достаточно опытные. Вам зарабатывать опыт не так нужно. Во-вторых... Так. Так. Ну, а вторая причина, почему... Я выдаю... Не выдаю дробовики, потому что нам, вероятно, придется сражаться на дистанциях. В упору мы все равно не будем подходить к... Снейкманам. Да, и они очень не любят, когда к ним подходят в упор. Ну, что ж, я думаю, мы полетим именно... Таким составом. Я еще сейчас подумаю. Возможно, я его изменю. Я с вами прощаюсь. До следующей серии. До скорых встреч. Для меня она будет буквально через минуту.